привет всем ребят это дима масс мы уже делали подобный ролик и он вам невероятно зашел меня завалили огромным количеством новых видео которые по всему миру считают настоящим подтверждением существования мистики и паранормального мы же сегодня их посмотрим и попытаемся дать им логическое объяснение знаете между названием этой страны и паранормальным я бы поставил знак равенство потому что великобритания является концентратом легенд и мифов о призраках и сверхъестественных но если допускать существование чего-то за гранью понимания не уж то после того как люди в этой стране перестали возводить замки призраки успокоились знаете следующее видео дает на отрицательный ответ вот это видео стало просто мировой сенсации новости во всех странах говорили о том что полтергейст действительно пойман на видео и и Все начинается с того, что по коридору пробегает какой-то непонятный силуэт. Стоп. Видели? Да, сделай. Дальше приходят в движение дверные ручки. После кресла перемещаются из одной части офиса в другую. Начинают взлетать кипы бумаг. Открываются полки. Все! Как в самом страшном ночном кошмаре. Кошмаре плохого монтажера и специалиста по спецэффекту. О, ручка, ручка, ручка. Пиздец сложно сделать. С другой стороны, чувак стоит вверх. Да, да, да. Там уборщицу закрыли просто. Я искренне считаю, что вот это одно из самых популярных видео с паранормальными явлениями является самым плохим фейком в истории интернет. Опа! А можете назад? Смотрите вот сюда сейчас. Вот резко. Вот сюда, в эту точку. Видели? Черное что-то, да? А не веревка или за ним? Это вот типа она в разблюре прям. Заметили? Смотрите, вот на стуле сверху они дернутся сейчас. Как будто склейка. Да, есть. Во, да, 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 да. Мне кажется, это офисные работники прикалывались, снимали это все, потом показали своим другим работникам. Все предметы в кадре перемещаются исключительно по линии. Призраки же только вот по прямым могут перемещать предметы. А заметили, как камера дернулась? Как будто она не на штативе висит, а просто положили наверх. Причем, мне кажется, что вот эти цифры и таймингу, ну, вообще на постпродакшене сделаны. Следующий момент, который, ну, очевидно бросается в глаза, это отвратительная графика на мониторах. Это что такое? Ой, блядь, а какой это же, ну-то... Это кринж. Это очень похоже на какой-то футажик просто. Это футаж, да? Маска вырезали, экраны и вставили. Просто компьютеры такое не издают вообще, мониторы. Еще один важный аргумент, который подтверждает, что это видео полнейшая ересь. Хотя, вот честно говоря, о чем мы дальше разбираем, если вот по мониторам видно, что это полное говно? Вот очевидно. Очевидно. Так, ладно, давайте еще аргументация будет. Почему смена кадров происходит ровно в тот момент, когда что-то происходит резко? Они просто в моменте уже полета сразу нарезаны так, что как будто они уже летят. Все. Да. Если он монтировал даже, почему не показать, как с этой стороны, чтобы меньше запариваться, правильно? Что ж, если подводить итоги, это видео, где якобы запечатлена паранормальная активность, к сожалению, сделано очень и очень плохо. Но, с другой стороны, это видео гениально. Это офис какой-то компании. Вам надо привлечь максимально зрителей. Единственное, что здесь абсолютно четко, это лозунги на каждом кадре. Четкая рекламность в том, что еще надо сакцентировать внимание на надписи. И вуаля. Хотите дополнительную информацию ее взвывать? Я хочу информацию дополнительную. Вот прям на! Хорошо, о чем? Юридическая компания в Манчестере программирует своего потребителя о том, что у них есть огромное количество услуг. Они могут помочь себе с пенсией, могут помочь себе с завещаниями и так далее. По-настоящему это супер-гениальная штука. Потому что 100% человек, который посмотрит это, будет искать по СМИ, где это происходило. То, что вы сейчас будете видеть, многие подтверждают, что здесь отсутствует монтаж. То есть это не просто две картинки, склеенные через маску, через разблюн, чтобы добиться эффекта призрака прогуливающегося по тропиночке. А что я его так размазал-то в конце? Вот просто представьте, что вы это заметили не где-то в интернете, а вы смотрите на экран, транслирующий вашу камеру наблюдения. А перед вашим домом прогуливается какой-то непонятный полупрозрачный объект. Посмотрите на него внимательно. От него как будто какой-то пар, дым идет от всего. Ну, если ты внимание обратишь, то и от каких-то летающих объектов в плане мошек на камере тоже идет шлейф. Может они просто потому, что очень близко к камере? Нет, в принципе, камера так пишет, что она мажет. Вот, посмотри, ты же видишь? Ну, не настолько, чтобы человека не было. Ну, что это за камера слежения, в которой, ну, типа, человек растворился. Ну, смотри, поставьте паузу, пожалуйста. Все же видели тень? Тень, вон, видишь, она идет, видишь, дерево. А-а-а, точляк, точляк. Идет, 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 идет тень. И, ну, вот ты часто, будучи призраком, носишь какую-то штуку в руках. Вот такой, пойду-ка я что-то отнесу. Может, на кладбище свое, или что? Бывает такое, вот у меня в стримах, например, когда у тебя там много малых объектов, у тебя битрейт не справляется просто элементарно. Делаю вывод, что, скорее всего, здесь просто стоит самая убогая камера, которая мажет очень сильно. Как же оно получилось? Ответ максимально простой. Это камера наблюдения. Она снимает в инфракрасном диапазоне. Естественно, картинка шокалится, выдается не то качество и так далее. Подобные стационарные камеры наблюдения часто пишут с очень медленной скоростью выдержки. То есть у вас значение выдержки на порядок меньше, чем количество кадров в секунду. И именно поэтому создается вот такой вот призрачный эффект. Смотрите, условно говоря, вот он идет, но видно, что за ним следы остаются. Если по-тупому говорить, камера просто не успевает записывать информацию в секунду. То есть человек настолько быстро идет, что камера такая, блин, не успеваю забрать информацию и все. А чтобы вы понимали, что это действительно работает, вот вам кадр с нашего двора. Мы поставили камеру, сказали Женьке пробежаться. Он пробежался, его размыло. И получается вместо курьера Яндекс.Доставки Каспер. Все необъяснимо делится, ну, по большей части, на несколько основных групп. Мы затрагиваем по большей части в сторону мистики, призраков и так далее. Давайте сейчас перейдем к баррикаде и рассмотрим еще одну веху паранормальных явлений. НЛО. А ты веришь в него? Я – да. Вообще, кстати, абсолютно все проигнорировали один важный факт, что Пентагон официально признал существование пришельцев. Они на законодательном уровне это признали. И всем похер. Я бы тоже признал, что теория они есть, просто мы их не видели. Мать, что думаешь? Слышь, мам. Я не видела это видео. Но в НЛО я верю. Ответьте мне на вопрос. Какие еще подтверждения о внеземной жизни мы имеем? Круги на полях. Которые непонятно как возникают. Никто никогда не становился свидетелем того, как эти круги нашими внеземными летательными аппаратами или самими пришельцами создаются. Но вдруг на весь мир прогремел вот этот ролик. Несколько маленьких объектов начинают кружить над полем. И вдруг вся растительность будто под воздействием какой-то страшной силы прижимается к земле. Други на полях, как явление, стало появляться чаще и чаще в разных уголках мира. Понятное дело, что очень много фейков и люди там сами притаптывали колось пшеницы. И тут появляется это видео. И, конечно, оно стало просто информационной бомбой, которая сорвала башню абсолютно всем. Давайте еще раз посмотрим. Хорошо рассказывает. Вообще. Так интересно. Не думали преподавателем стать? Это все происходит за считанные секунды. Ни одна современная технология ничего подобного сделать не сможет. Не, ну это какой-то бластер, наверное, выжигает что-то. Я реально не понимаю, как это. Так, где у нас, господин монтажник? Смог бы ты такое сделать в программе? Не, просто ты сказал, что 20 лет назад никто не делал в премьере, так были другие программы. Фильмы, визуальные эффекты, они всегда существовали. Вот реально, как скажешь, хоть стой, хоть падай, реально. Окей, можно секунду? Я просто сейчас вспоминаю, как снимались «Звездные войны» и, в принципе, фильмы с большой анимацией. Представляешь, если это просто планер, и это... Ну, я условно говорю... Нам требуется перевод. Это просто диорама, вот, которые перед ним стоят. Короче, типа это не на самом деле, да, я тоже об этом подумала. Просто перед ним, он камера, представляешь, снимает, зумится, маленький объект, и на нем все это делается. Кстати, гениально. А качество вон, пожалуйста, такое, что не поймешь, что это вообще. Посмотрите, когда будет круг распространяться, какой у него край. Там такой разблюр жесткий. Смотри, смотри, смотри. Чел, курсор тащит. Ну, вот слева на большом круге, вот, когда он начинает расти, вот там вот такой физер, как маску ставишь и размытие. Да, да, да. Ну, вы шарите. Да, я просто вот, ну, сижу такой и думаю, что несут вообще. Ну, монтажный прикол. Я в монтаже знаю, что такое пена монтажная. Можно это сделать? Ну, это все. Единственное. По-настоящему эту ситуацию разбирали миллион раз и автор этого видео сам подтвердил, что это фейк. Спустя несколько лет после появления видеозаписи в сети он официально подтвердил, что он просто гнал на работу по трассе. Была безумно популярна тематика кругов на полях. Он проезжает и видит эти круги, он их снимает. Получается, в данном случае он просто скопировал другие участки поля, наложил поверху и с помощью массы распространился. Но эффектно 100%. Небольшой загородный дом. Что-то непонятное будет у вас среди ночи. Вы встаете из-за нагретой постели, подходите к окну и видите вот это. Вот это, в котором читается голова, небольшое тело, как будто ноги, бежит в вашу сторону. Этот видеоматериал безумно интересный, потому что он заставил поверить в сверхъестественное не только обывателей, которые стали распространять это видео с невероятной скоростью в интернете, на телевидении, в газетах. Даже профессионалы Голливуда разводили руками. Что это такое? Ууу, я люблю этот вайн. Я буду honest. Я не вижу какие-то виду эффекты. Нет. Данная запись не была подвергнута монтажу. То есть все, что там происходит, это реальные явления, которые происходили рядом с вашей машиной, прямо перед выходом из дома. Реально мурашки пробегают по коже от того, насколько это люто. Люто интересно разбирать. Ну это лицо, ты видел? А можно несколько кадров назвать? Вот, видишь? Мне кажется. Нет, я тоже сразу об этом подумала. Как будто бы там призрак. Естественно, прозрачный непонятный мальчик, который бежит по капоту вашей машины, он притягивает внимание. Но давайте прямо сейчас посмотрим на всю картинку и подметим определенные детали. Вот, посмотрите сюда, видите? Дымка и здесь идет. Вот она, видите, проникает сюда. Вот эти куски пыли, они в большом разблюре будут. Получается, объект очень близко к объективу камеры находится. Поверьте, на кадрах моих инфракрасных камер я насмотрелся на пыль и насекомых. И прекрасно знаю, как они выглядят при подобной съемке. В данном случае разблюр объекта подтверждает мне, что он находится практически перед линзой. И тут все встало на свои места. Просто мы смотрим на то, что происходит в кадре немного по-другому, учитывая фильмы, рассказы, страхи, фобии. И нам действительно кажется, что со стороны дороги некий объект бежит и перебегает капот автомобиля. Теперь вот это все лишнее стираем. И представьте, что это некая пыль или дымка, которая просто идет с крыши. Вот это крыша гаража. Пыльная, допустим. Специально запылили. Если вот так вот сделать сверху, у вас все это говно полетит. Условно говоря, вот тачка стоит, камера. Это вот отсюда либо пыль надувают, либо дым, который вот прямо перед объективом камеры идет. А-а-а. Рубика. Ну-ка давай посмотрим. Вот, это просто, условно говоря, кружочек за КВП. Слушай, не, он вот так мог с камеры вот так сверху. И оно вот так пролетает, понял? Реально как будто кольцом оно просто летит. Вот смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Вот можно еще раз сначала? Ну ты понимаешь, про что я говорю? То есть, вполне. Возможно, из-за того, что очень плохое качество, у нас пиксели, квадратики и получается какая-то форма. Наверное, если 4К было, то там просто дым. В данном случае, мне кажется, это видео фейк и сделал его бессовестным игром. Чаще всего наличие призрака или полтергейста ассоциируют с взаимодействием с различными физическими объектами, будь то левитацией или различные телекинетические моменты. Причиной этого является наша поп-культура. Особенно большой взрыв подобного мнения произошел после выхода фильма «Паранормальное явление». Семья молодая снимает у себя в квартире якобы «Паранормальное явление», которое происходит и в течение дня, и в течение ночи. И вот фрагмент, который сейчас будет происходить, он самый-самый популярный. И все это сначала по каким-то микродвижениям, а в итоге все переходит вот в подобный кромешный ужас. И вот представьте, это действительно правда. Я псмал. Реально. Вот пять минут. Меня уже не будет никогда в этом доме. Как вылетают предметы? Ложка и так далее. Я думаю, может быть, просто какая-то леска натянута. Да, банально. Просто Егор же снимал пранки над экстрасенсами, у них там тоже летали так предметы, они за леску все это делали. Привязано просто и через ролик оно, вот он дергает в другой комнате, оно вылетает оттуда, потому что полка, которая с кухни, она выезжает плавно, а вилка уже вылетает причем такой силой. Плюс еще качество типа фиговое, и ты не замечаешь еще дополнительную леску. Это самый главный секрет. Всегда нужно шакалистое качество, чтобы ничего не было. Неплохое освещение. Да. Вот здесь, смотрите, 100% леска используется, потому что они начинают тянуть, у них до конца не получается, предмет высовывается и потом улетает. Как же понять, что перед нами не призрак? Похожую конструкцию на ту, которую соорудил хозяин дома для своего ролика, мы воссоздали у себя в студии. Пишем. Пишем. То есть с помощью одной лески вы открываете шкаф, а с помощью второй, которая протянута через крючок на потолке, вы запускаете воздух по сути. Очень важный момент в освещении. Что находится на кухне? Огромное окно, через которое падает дневной свет. Естественно, помогающие скрыть различные лески. Если бы они были на темном фоне, как у нас, это было бы абсолютно легко обнаружено. Обнаружи. Чего это? Взлетел ты даже. Нож, нож, нож. Как будто тостер, знаешь, на механизме, в котором чьи хлебцы вылетают. Вот то же самое абсолютно. Еще один момент, который лично меня напряг, это урн. Не, ну, вот что эта крышка вот эта хлопает, ну, но это же мусорка, она не только от педали работает, правильно? Ее же можно просто крышку поднять. А вам не кажется, здесь когда музыки не хватает вот это ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту? Ну-ка, вот назад сделай немножко. Тут важная херня, смотрите. Педаль-то зажата, она не дрыгается. Чтобы крышечка открывалась, вам необходимо нажимать на педальку, которая расположена на нижней части ведра. То есть нажали, отпустили, она повысила и закрылась. Посмотрите внимательно, тут крышка танцует, как будто бы включили дабстеп. Но педалька расположена постоянно в нижнем положении. Следовательно, она не должна закрываться назад. Механизм бы просто этого не дал сделать. Кстати, может быть, что все вот эти объекты, которые движутся, они масками склеены? Да, да, это может быть разные кадры. Просто вот меня смущает ручка вот там, дверь. Она какая-то вот как будто маска ее случайно. А, кривая? Да, она кривая. Вот пятно видно, не? Видите вот это пятно? У нас на контрасте всего. Да, да, да. Ну вот, кстати, то, что маской резонули, это вот реально выглядит так. Но могут случайно сделать. Естественно, с рациональной точки зрения, я хочу сказать вам, что это фейк. Но, честно говоря, очень хорошо сделаны фейк. Там, короче, что-то 16 минут болтает, о чем непонятно. И хуй с ним. Пожалуй, это самый научный вывод, который был на моем канале. Да и хуй с ним, как говорится. Что ж, я думаю, что мы сделаем как минимум еще одну часть подобного формата. Если вы знаете о существовании какого-то невероятного материала, который станет украшением этого выпуска, обязательно присылайте его вот на эту почту. Мы ждем новых сенсационных видео. Ну, а на сегодня все. Обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Подпишитесь на этот канал. Это безумно важно для меня. Ну и Дима Масленников дальше будет еще интереснее.